Уважаемые студенты четвертого курса мы продолжаем изучение дисциплины новейшая история стран Запада и сегодня мы начинаем лекционную часть последнего четвертого блока или модуля нашего курса который называется так страны Европы и Америки в 1945-1919 годах. На изучение этого блока в лекционной форме у нас остается 5 часов и вот план этой лекции растянутой на 5 часов и первые два вопроса мы сегодня с вами должны рассмотреть. Общие тенденции развития западных стран в 1945-1919 годах и страны Западной Европы в 1945-1919 годах Германия, Италия, Испания, Англия и Франция. На последующих лекциях мы с вами рассмотрим вопросы о странах Западной Европы, о странах Восточной Европы после Второй мировой войны, о Барахатных революциях, о Советском Союзе в послевоенный период и о России на рубеже 20-21 веков и последним вопросом у нас будет США и стран Латинской Америки в 1945-1919 годах. Итак, начнем с общей тенденции развития стран Западной Европы после Второй мировой войны. Надо сказать, что Вторая мировая война имела огромное геополитическое значение. По ее завершению началась холодная война, как мы об этом говорили на лекции по международным отношениям и четко сформировались два полюса, два противостоящих друг друга военно-политических блока. Это НАТО и Организация Варшавского договора. Надо сказать, что одновременно противоборство, противостояние, конкуренция этих двух систем накладывалось на процессы интеграции, дезинтеграции, деколонизации, которая завершалась во второй половине 20 века, демократизации многих общественных режимов и так далее. Надо сказать, что Вторая мировая война действительно принесла человечеству огромные материально-людские потери. Коренным образом изменилось отношение сил в капиталистическом мире. Германия, Италия, Япония были на стороне проигравших, они потерпели поражение и очень много потеряли в этой войне, в том числе экономические и политические. Значительно ослабла Франция, Англия ухудшила свое положение. Они потеряли большую часть своих колоний, так сказать, или отказались от них, или проиграли войны из-за обладания своими бывшими колониями. Значительно обогатились на военных поставках Соединенных Штатов Америки и США действительно превратились в самую сильную капиталистическую державу, в лидера западного мира. И после окончания Второй мировой войны перед странами Западной Европы встала основная проблема восстановления разрушенной войной экономики. Война отбросила многие западные страны на десятки лет назад. А вот доля США в мировом угловом продукте достигала 45%, колоссальная цифра, превосходство было огромное и в научно-технологической сфере. И надо сказать, что огромную роль в поддержке стран Западной Европы оказал план Маршалла, о котором мы тоже говорили в лекции по международным отношениям после Второй мировой войны. Надо сказать, что страны Европы, освободившись от тоталитарных, радиозных, авторитарных режимов, многие европейские страны при поддержке США разработали правильную стратегию экономического развития. Был взят курс на соединение развитого человеческого капитала с достижением мировой культуры, научно-технического прогресса, а также создание развития государства благосостояния. Началось беспрецедентное ускорение научно-технического прогресса, создание новых сфер производства, масштабное развитие науки и превращение ее в непосредственную производительную силу. Уже на рубеже 40-50-х годов в Западной Европе прокатилась волна научно-технического прогресса. Она позволила установить на новом уровне экономическую инфраструктуру и развитие науки и производства. С середины 60-х годов начинается рост забастовочного движения за повышение реальной заработной платы, включаются в борьбу за свои права рабочие иммигранты и происходят очень серьезные экономические и политические кризисы. Так, в середине 50-х годов конституционный и институциональный кризис во Франции наложился на обострение ситуации в крупном заморском французском департаменте Алжир. Французское население Алжира, боясь, что новое правительство объявит независимость Алжир от Франции, подняло вооруженный мятеж, который поставил страну на грань гражданской войны. Итогом стало изменение политического устройства с Франции, с парламентской республики на президентскую. То есть четвертая республика парламентская была сменена пятой президентской. Президент Деголь установил режим личной власти и сумел решить ряд важных проблем. И после этого во Франции началась красная весна, так называемая, 1968 года. И во Франции на улицах начались баррикадные бои, социальные столкновения и французы привели к Деголью к отставке, проголосовав против его предложений по административной реформе на общенациональном референдуме. О Германии мы поговорим подробнее по хронологической таблице. В Англии сразу же летом 1945 года произошла смена кабинетов и Уинстону Черчиллю пришлось на какое-то время уйти в отставку, но он вернулся, так сказать. Да, и какое-то время еще был премьер-министр Роман Гли, об этом тоже по хронологической таблице. Надо сказать, что в Италии происходили интересные события, связанные с борьбой против мафии и с движением чистой руки. И надо сказать, что еще один важный момент политического развития европейских стран в послевоенное время, это ликвидация в Западной Европе фашистских государств и профашистских режимов. В Португалии фашистский режим пал в ходе революции 1974 года, так называемая революция красных гвоздик, или просто революция гвоздик. В Испании фашистская система была мирно демонтирована после смерти диктаторов франциско-франка, он скончался в 1975 году. В конце 70-х годов либерально настроенным фалангистам удалось достичь соглашения с левой оппозицией о путях перехода к демократии. Так пали старые фашистские режимы, установленные в странах Европы еще в 1930-е годы. Таким рецидивом своеобразным были события в Греции, где в 1967 году была установлена диктатура черных полковников. Но после того, как греческая военщина устроила авантюру на Кипре, что привело к оккупации северной части республики Кипр турецкими войсками, кстати, что сохраняется до сих пор, военный режим потерял всяческую опору греческие и передал власть гражданскому правительству. Мы уже упоминали де Голля и вот в нашем глоссаре, коротком сегодняшнем, термин «голизм». Это французская политическая идеология, основанная на идеях и действиях генерала Шарля де Голля. Эмблемой голизма является лотаринский крест. Его основной идеей является национальная независимость Франции от любой иностранной державы, а также вопросы общественного и экономического устройства. Голизм обычно является правой идеологией. Во время Второй мировой войны голистами называли участников движения «Сопротивление». Такое обозначение использовалось главным образом немецкими властями и режимом Виши. Это мариночный режим, да, который был установлен во Франции фашистами, германскими. После освобождения термин «голизм» привлетает более политический смысл, берущий начало от идеи генерала де Голля и его сторонников, противоположенных другим партиям и политическим идеологиям. А во Франции сейчас довольно популярна идея неоголизма. О вопросах для закрепления литературы поговорим позже, а сейчас открываем хронологическую таблицу. Итак, важнейшее событие после Второй мировой войны в истории Англии. Итак, о чем мы уже говорили. В 1945 году, 26 июля, приход к власти либористов по главе с Климентом Этли, соответственно, отставка Черчилля. Но спустя 6 лет, в 1951 году, вновь на выборах обсуждают консерваторы, начинается третье премьерство Уинстона Черчилля до 1964 года. Сразу в начале 50-х годов, в 1952 году, умирает король Англии Георг VI, и на престол вступила его тогда еще очень молодая 26-летняя дочь Елизавета II, которая, как это не было бы удивительно, является королевой Великобритании до сих пор. Сейчас, естественно, она уже в очень-очень солидном возрасте, так сказать, за 90 лет. В 1973 году важное событие. Великобритания вступила в ЕС. А в середине 70-х, в 1975 году, лидером консервативной партии, которая находилась тогда в оппозиции, и в притисе стала железная леди Маргарет Тэтчер. А в 1979 году консерваторы во главе с Маргарет Тэтчер победили на выборах и находились в власти почти 20 лет, до 1997 года. Вот в этот период, с 1979 по конец 1990-х годов, произошла активизация рыночных рычагов в период премьерства Маргарет Тэтчер. Вот это можно посвятить событию тэтчеризму, как экономической политике, целое семинарское занятие, мне кажется. В 1982 году произошел крупный англо-аргентинский военный конфликт из-за Фолклендских или Мальвинских островов. Это у берегов Аргентины в Атлантическом океане. После отставки Тэтчер в 1990 году, премьер-министром для консерваторов стал мейджор, а затем несколько выборов подряд на парламентских выборах убеждали лейбористы во главе с Энтони Блэром. Ну и дальше хронологически смотрите. Премьерство лейбориста Гордона Брауна, затем примерство Дэвида Кэмерона, шестилетнее. Краткое трехлетнее примерство консерватора Терезы Мэй. На ее период пребывания власти приходится общий национальный референдум по Брексит, который завершился в пользу тех, кто хотел отделиться от Европейского Союза. И сравнительно недавно, с 24 июля 2019 года, премьер-министром Великобритании является консерватор Борис Джонсон. А Англия окончательно разошлась с Европейским Союзом. Интереснее, что события происходят во Франции. С мая 1945 года у власти во Франции временное правительство во главе Шарля Медеголем. В 1946 году в декабре была принята Конституция Четвертой Республики, по которой Франция стала парламентской республикой. С 1954 года начинается национальность вытянного движения в Алжире, о чем уже говорили. А вот в 1958 году, с 13 мая, начинается мятеж ультраколонистов в Алжире. В Алжире к тому времени жило порядка двух миллионов французов. Вот они подняли такой мятеж, опасаясь, что эта провинция будет отделена от Франции. Ультраколонисты хотели, чтобы Деголь стал в околе правительства и получилась специальная полномочия. Это случилось 1 июня того же года. В сентябре он провел референдум по новой Конституции, в ходе которого 79% французов высказали за новую сильную президентскую республику. И в декабре Деголь становится президентом и начинается ее в пятой республике. Но, став президентом и настоящим лидером страны, Деголь подписывает в 1962 году Эвянские соглашения, по которым Алжиру предоставляется независимость. А в 1966 году происходит уникальное явление. Деголь выводит Францию из военной организации НАТО. То есть Франция осталась в политической организации НАТО, но вышла из военной организации НАТО и в то же время активно испытывает на Атолии Неветок свои ядерные вооружения. А в 1968 году мы уже упоминали майский кризис, студенческие волнения, демонстрации, забастовки. Но Деголь решился и провел внеочередные парламентские выборы, на которых Франция проголосовала за стабильность и порядок. Это означало поражение левых, безусловно. А затем, вот в 1969 году, в ходе неудачного референдума, Деголь, как обещал, уходит в отставку. И, кстати, через полтора года он скончался. Президентом стал Жорж Пампидо. И когда Шарль Деголь умер, Пампидо сказал знаменитую фразу «Деголь умер, Франция овдовела». А затем президентство Валерий Жискар де Стена. При нем премьер-министром был Жак Ширак, лидер неоголистской партии объединения в поддержку республики. Затем были долгие 14 лет, два семилетних пребывания в власти, социалиста Франсуа Миттерана. А затем дважды на выборах побеждал на президентском выборах неоголист Жак Ширак. Затем было президентство Николая Саркази, лидера партии Союза народного движения. Потом социалист Франсуа Алланд был президентом. И вот сравнительно недавно, в 2017 году, на президентском выборах победил Эммануэль Макрон, глава партии «Вперед республика». В Испании, как мы уже говорили, была диктатура Франка с 1939 года. В 1947 году произошло референдум о восстановлении монархии. Подавляющее большинство испанцев высказалось за восстановление монархии. Испанию приняли в ООН. Королем Испании стал Хуан Карлос. И вот 20 ноября 1975 года умерла Франциско Франко. Началась политика национального примирения. И в 1977 году была спущена партия национальное движение, бывшая испанская фаланга. И после чего правительство сформировало социалистическое рабочее партии Испании. С тех пор во Франции меняется правительство. Главное, что там нет фашизма. А вот в Германии, давайте посмотрим, что произошло, так сказать, после 1945 года. Сделайте скриншот, пожалуйста, в Италии. О Португалии мы говорили. И мы возвращаемся к контрольным вопросам. Вот они, вопросы для закрепления. Пожалуйста, посмотрите, подумайте над ними. Сделайте соответствующий скриншот. И вот вам довольно обширный список литературы, включая работы биографического характера, работы по истории Италии, Испании, Франции, Англии и учебники общей.